Что мы знаем о Сербии? Что сербская кухня вкусная? Что Белград красивый город? А еще, конечно, мы знаем и любим фильмы режиссера Эмира Кустурица. Его вообще называют русским сербом. Именно он сегодня гость нашего утра со звездой. Эмир, доброе утро. Очень доброе утро. Очень доброе. Как вы проснулись сегодня? Как вы проводите утро в Петербурге? Я люблю так много Питер, но у вас погода не так хорошая. Всегда такая влажность. Но когда я вспомню, что Федор Михайлович здесь жил, и что его видение жизни было сделано, формировано здесь, я всегда очень хорошо чувствую в вашем городе. Есть такое выражение Петербург Достоевского, а вот Петербург Кустурица. Какой он? Где вы любите бывать? Какие у вас любимые места? Я всегда гуляю Невским проспектом. Там мои друзья меня всегда переводят в ресторан. Я очень люблю ваш город. Я люблю эту идею, которая была шумасшедшая, сделать европский город на эти точки. То это был очень храбрый человек, который придумал и который это сделал. С моего дня рождения я был на опере Андрона Кончаловского «Война и мир». И это было так холодно. Я думал, что для дня рождения я умру. Но опера была так хорошая, теплая, человеческая, что тепло произошло с культурой. Люди теплые в Петербурге? Очень. Да, я всегда, всегда, я играл много концертов в России. Я много раз здесь был. А вот у меня такой вопрос. Очень хорошее отношение между нашими странами, братки, славяне. А люди похожи, русские и сербы? Ну, народы, да. Народы всегда были такая. Большинство народов чувствовало, что Россия брат, и что сербские братушки. Братушки. Брат и братушка. Не все русские знают, что вы писатель. И у вас написано уже достаточно много книг. Книга «Мятежный ангел» во многом посвящена вашему другу Петеру Хантке. Расскажите, пожалуйста, о нем и почему вы решили ему посвятить эту книгу. Потому что в годах 90, когда у нас была такая проблема с Западом, они нас бомбили. Он приехал до Сербии, и он с нами был. Он писал две книги о Сербии. И когда я получил Каннскую премию второй раз, некоторые из интеллектуалцев парижских писали очень плохо у меня. И написали там в Лемонде, что это сербская версия национализма в рок-н-ролл американской форме. Очень ступидный артикл это был. Человек, который написал для меня хорошую вещь, поэтому был Петер Хантке. Мы познакомились, и от тех пор друзья. Эта книга только о нем? Что в ней еще можно найти? И о мне. Такой маленький эгоизм. Вы восхищаетесь, я знаю, русскими писателями и классическими, но и современными. Современными. И идет работа над возможным фильмом по книге «Лавр» Евгения Водолазкина. Сейчас это написано, но я думаю, что это нужно написать еще один-два раза, чтобы было более близко к фильму. Это много диалогов, хороших диалогов. Следующий фильм «Брасири», на который я буду работать, фильм, который называется «Как я не снял преступление и наказание». Расскажите, я знаю, что предыдущее название вы хотели сделать «Инженер легких прогулок». Этот фильм о молодому режиссеру, который хочет снимать преступление и наказание. А в Петербурге будут съемки? В каких местах? Некоторые, да. В каких локациях? Я думаю, что это будет на Невском проспекте. Вы играли самого себя, камео, в картине «Гавана. Я тебя люблю». Этот фильм из новелл. А если бы вам предложили новеллу снять про Петербург, то о чем бы она могла быть? Она могла быть о том чуду, который Петр Великий построил здесь. Я никогда не был в Сербии, к сожалению. Может быть, поеду и узнал о таком месте. Дервенград. Это такая деревня, которую вы построили. У вас там есть дом. Так я сказал по сниманию фильма «Жизнь как чудо», что очень надо построить маленький город с дерева. И это уже 20 лет я живу у себя. Деревня, где все, как было у старых греческих городов. Там все, что надо, чтобы человек мог сказать, это город. Я там живу, и я там, наконец, счастлив. Спасибо вам большое за интервью. Я прошу нашим зрителям пожелать хорошего дня. Дорогие зрители, вам хорошего дня. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!